Казахстан 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 Да, Ник, ты все еще думаешь об этой девушке, а? Какой девушке? Нет, 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 дело не в этом. Ты ее нашел? Да ладно, вы шутите. Но я и вправду хочу узнать про свадебные традиции, понимаете? Что, например, ты хочешь узнать о традициях? Ну, во-первых, я слышал, что казахские свадьбы очень многолюдны. Иногда гостей по 200 или 300 человек. Это правда? Неужели они должны быть такими масштабными? У нас в Америке приглашают примерно 100 человек, максимум 100. Я знаю, что есть казахская свадьба и есть чемкентская свадьба. Я видел в Казахстане много свадеб, которые завершаются в мечетях. Так что это только часть дела обмен кольцами, тоже часть этого. И, конечно же, много разговоров о том, сколько людей казахи приглашают на свои свадьбы. Очень похоже, да, кстати, 500 человек минимум – это стандарт. Иранская свадьба – то же самое. Там 500 человек однозначно присутствует, иначе это не свадьба. В Шемкенте даже может быть больше тысячи человек. Что? Да уж, тысяча человек? Это не шутка. Это правда, Зак? Ага, больше тысячи человек. О, боже, что? На свадьбе тысяча человек? Как же они должны... Где они сидят? Путешествуя по стране, вы наверняка заметите одну интересную особенность. Даже в небольших селах почти наверняка есть огромные рестораны с банкетными залами. Такое заведение называется Тойхана. В больших городах они часто расположены на окраинах города, зачастую в одном районе близко друг к другу. Посмотрите, все эти дворцы не иначе, как шикарные рестораны для проведения солидных мероприятий. Такое впечатление, что удачный брачный союз здесь считается куда более важной вещью, чем серьезные устремления или выбор профессии. Семья – основа всего, и создать ее стремится каждый житель Казахстана. Одним словом, на свадьбу здесь не скупятся, ведь свадьба должна быть такой, чтобы запомнилась на всю жизнь. Я думаю, что это не только в Казахстане. Как говорит мне моя сестра, свадьба – единственная церемония, свидетелем которой ты являешься. Ты не видишь день, когда ты родился, ты не увидишь день, когда тебя похоронят. Так что, наверное, поэтому люди вкладывают много средств в свадьбу и церемонию сватовства. Я думаю, это хорошо. Я думаю, это хорошо. А присоединившись к семье родственников, она оказывалась под защитой и к тому же вне лишних разговоров и домыслов. Ведь все сделано по правилам. Сейчас в такой опеке нужды нет, да и многоженство в Казахстане вне закона. Но кое-какие обычаи сохранились. Разобраться во всех тонкостях и деталях не так-то просто. В казахских семьях вообще все регламентировано и на все существует свой порядок. Мои друзья рассказали мне массу интересного, хотя признаюсь, что с первого раза столько информации запомнить непросто. Как к этому готовятся? Ну, родители начинают готовиться к свадьбе детей, как только они рождаются. Вот это да! Но это для того, чтобы показать соседям приданное дочери. Да-да-да, у нас в Америке это тоже есть. Мы говорим не отставать от джонсов, да. Закажем что-нибудь? О, да, я умираю с голоду. Ты будешь лагман. Лагман? Что это? Среднеазиатская еда? Это национальная еда, национальная уйгурская еда. А, уйгурская еда? Хорошо, давайте попробуем. О, спасибо. Неужели спустя столько веков вы все еще сохраняете ваши свадебные традиции и обряды? У нас многое, и сейчас совсем как в старину. Например, когда в семье рождается девочка, мать знает, что нужно будет собирать ей приданное. В приданное входили ткани, посуда, украшения, лоскутное одеяло. Ты слышал о куракорпе? Да, да. Помню, моя бабушка шила одеяло, когда я был маленький. Они такие красивые. Так, это подарок, да? Очень красивый подарок на свадьбу. Да, ну, молодая жена приходит в свою новую семью. Она приносит с собой сундук с вещами. Это был особенный подарок. Вау, это удивительно. Куракорпе – старинное мастерство, очень похожее на петчворк. В Казахстане такие изделия очень популярны. И хотя сейчас невесты не шьют это для своего брачного ложа сами, как было давным-давно, но такие красивые вещи родственники охотно дарят молодым в подарок. Хорошо, у меня есть еще вопрос. Правда ли, что браки раньше совершались по сговору родителей? О, конечно. Когда живешь в степи, нужно знать, кому отдаешь свое дитя, с кем роднишься. У семьи должна быть хорошая репутация, уважение и капитал. От этого зависит, кто продолжит твой род. Сейчас, конечно, молодежь предпочитает жениться по любви. Это решение молодых. Но все же знакомство с родителями и сватовство проходят по правилам, чтобы посмотреть, что за семья, что за жених. К тому же необходимо знать всех своих родственников до седьмого колена, чтобы убедиться, что жених невесте не приходится кровной родней. А как они называются, эти церемонии? Сватовство. Итак, близкие родственники жениха наносят визит в семью невесты. Перед дверью протягивали специальный аркан, который убирают только после того, как кудалар смогут отдать хозяевам достойную оплату. Встречают дорогих гостей ярко и шумно, танцами, песнями. Сватовство, которым традиционно предваряется казахская свадьба, не обходится также без обряда осыпания – шашу. Как гости сядут за накрытый стол и немного отведают еды, к ним выводят невесту, чтобы познакомить с будущими родственниками. Если все в порядке, мама жениха надевает серьги на невесту. Интересно. После этого сваты дальше продолжают беседовать и знакомиться друг с другом. Разумеется, сваты приезжали к будущей невесте не с пустыми руками. Сваты, когда отправляются в дом будущей невесты, несут вкусные угощения и подарки. После этого должен быть оплачен за невесту Калым. Ты знаешь, что это? Жок. Калым – это наличные, казахские наличные. Но некоторые дают лошадей, овец и семья жениха должна показать себя. Да? Да. Во время сватовства всем родным и родственникам невесты преподносят подарки. Киит. Самый ценный подарок получает отец невесты. Маме невесты выплачивается Ана Сутунын Ахасе – крупная сумма денег или дорогое золотое украшение. И Кудаги Коржен – мешок с подарками, украшенный разными мелкими украшениями. Кольцами, браслетами и серьгами. Эти украшения разбирают женщины, открывающие Коржен. За невесту выплачивается Калым. Калым – мал. О сватовстве в Казахстане, я думаю, что есть что-то общее у свадебной церемонии в Казахстане и в моей стране. Я имею в виду, что перед днем свадьбы проходит то, что мы называем помолвкой. Так мужчина встречает женщину и делает предложение женщине. И женщина соглашается, возможно, проходит обмен обручальными кольцами, а затем семья мужчины, то есть жениха, идет в дом будущей невесты. Они идут просить разрешения на брак. С девушкой семьи собираются вместе. Может быть, обмениваются подарками или платят. Там проходит что-то вроде традиционных обрядов. А потом, я думаю, они назначают дату свадьбы. Вау! Похоже, казахи обожают дарить подарки. Потрясающе! И что потом? Факт сватовства закрепляется угощением необычных бутербродов из печени и курдючного сала. Куйрык-бауэр. Залог верности и нерушимости договора. После сватовства и уплаты Колыма, жених ехал в первый раз навестить свою невесту. Значит, после того, как семья жениха заплатит Колым, пара, наконец-то, может встретиться. Подожди, ты серьезно? Значит, они не встречаются до свадьбы? Ну, казахи так делали, а теперь мы ходим на свидания. Например, мои бабушка и дедушка впервые встретились в день свадьбы. Вау! Вот это да! Ничего себе! А как у них сейчас дела? Ну, вроде все хорошо. Они женаты уже 50 лет. Вау! Вот это потрясающе! Поздравляю! Я уже порядком запутался в обрядах и правилах. Но, погодите, это еще далеко не все. И чем больше я узнавал о тонкостях свадебных традиций казахов, тем любопытнее мне становилось. Вот бы побывать на такой свадьбе и увидеть все своими глазами. Знаете, что касается в отношении свадьбы, забавно, что у казахов вроде как две свадьбы. Первая, когда прощаются с девушкой, когда она уходит в новую семью. Это первая часть, первый этап. И вторая, знаете, настоящая свадьба, когда все собираются вместе и празднуют брачный союз. Ну, я знаю, у вас такая интересная традиция, обычая есть, ну, про воды невесты. Типа это, я правильно поняла ли мне, это вторая свадьба, да, со стороны невесты. Мои друзья по дороге превращали меня несколько раз, но там я очень отличное время проводила. Я заметил, что в казахской культуре есть два этапа. Сначала идут в дом невесты, а затем идут в дом жениха. И так может продолжаться много дней. Я считаю, что это прекрасная культура. Я была и на так званой, по-мужской, больше из-за две мужской страны, и на Казазату, когда отдаете невестку. И я была удивлена, что это более театральное, то есть есть какие-то выступления. Молодцы сидят, мне кажется, это очень тяжелая работа. Мне кажется, больше устает. Неужели у казаков две свадьбы? Одна свадьба, когда девушка покидает свою родную семью, и вторая, когда она входит в новую. Это интересно. Знаете, в Америке, конечно, совершенно другая система. Но даже в очень традиционных семьях у нас, я думаю, все по-другому. В Казахстане все намного сложнее. Итак, первой свадьбой считаются проводы невесты, или кызу-зату. По обычаям казахской свадьбы, на голову невесты надевали специальный свадебный головной убор саукеле, с особым покрывалом. Саукеле – самая дорогая часть убранства невесты. Он также служит символом начала новой жизни. Я была на казахских свадьбах. А у вас кушают, немножко танцуют и смотрят. Что самое удивительное на казахских свадьбах – это тосты. Гости могут говорить тост бесконечно. Кроме пожеланий молодым, тостующий расскажет, кто он, откуда, поведает о своей семье, и это будет длиться минут сорок. А жених с невестой при этом слушают стоя, тем самым выказывая гостю уважение. Если кто-то из гостей остался без тоста, он может надолго обидеться. Поэтому Тамада заранее получает список гостей, где учтены в специальном порядке все приглашенные. Я, конечно, был на Шенкенской сваде. Тосты мне понравятся, такие долгие, такие прям от души. В Казахстане почти все хорошие ораторы с самого раннего возраста, потому что на вечеринках можно увидеть, как семи- или восьмилетний ребенок берет микрофон в руки и поет песню на день рождения для бабушки или для дедушки и произносит тост. Еще в старину существовал красивый обычай сын-су. Сын-су – это прощальная песня. Даже если девушка очень счастлива и горячо любит своего избранника, к изузату должен вести налет некоторой грусти. Ведь молодая впервые покидает родительский дом. Сын-су девушка должна была сочинить сама и затем исполнить на празднике, прощаясь по очереди со всеми – с родителями, сестрами, продругами, домом, а то и родным селом. Обряд этот проходит в компании женщин. Собираются мать, невесты, свекровь, подруги и родственницы. Гости встают полукругом, а невеста обходит их, как бы прощаясь. В песне девушки сравнивали себя с сорванным цветком или улетевшим лебедем, с белым снегом, что растает весной. Слезы и грусть – обязательный элемент этого поэтического жанра. Признаться такой волнительной картиной я и вообразить себе не мог. И хотя к нашему времени часть этих традиций уже упростилась, все-таки многое сохранилось. И, по-моему, такое отношение к старинному обычаю весьма трогательно. Хорошо, я понял про первую свадьбу, но когда проводят вторую? На следующий же день, а потом официально связывают себя узами брака. Беташар в переводе с казахского означает «открывание лица невесты». Проводит этот обряд ведущей свадьбы – Тамада. Беташар проводится для родственников жениха, которые никогда раньше не видели невесты. Так проходит их первое знакомство. Молодая с покрытым лицом стоит в центре зала. Каждый раз, когда Тамада называет имя одного из родственников со стороны мужа, невеста кланяется, выражая тем самым почтение и уважение к ним. Родственники, в свою очередь, в знак благодарности кладут в специальную посуду деньги. Открывают лицо невесты только после того, как были названы все родственники жениха. Делает это обычно свекровь, которая благословляет новоиспеченную невестку и желает счастья молодым. В казахской семье особо лелеяли дочь. Считали ее гостей в отчим доме. Ведь настанет время, когда ей придется покинуть родной дом, и чтобы она не испытывала горькое чувство расставания, на главной свадьбе исполняли песню «Жар-жар». Это очень торжественная и жизнеутверждающая песня, восхваляющая рождение новой семьи. В этой песне девушку призывают не грустить, а разлуки с матерью, с отцом, с родным домом. Родители заменят свекор со спекровью, а отчий дом – юрта жениха. Кейн жар-жарает лак. О, жар-жар. Кажется, я слышал об этом. О, жар-жан. О, жар-жан. После всего услышанного побывать на казахской свадьбе стало для меня мечтой. И поверьте мне, любой, кто окажется на этом мероприятии, а оно и вправду считается главным в жизни каждого, не забудет этот праздник. Любой, кто бывал в Казахстане хотя бы раз, знает, что Казахстан is all about food. Гостя здесь стараются накормить до отвала. Попить чаю тут означает провести пару часов за щедро накрытым столом. А уж сколько блюд готовится на свадьбу вы даже и вообразить себе не можете. Оказавшись за столом, вы рискуете растеряться от разнообразия блюд и закусок. Но каждый раз, когда вы думаете, что это все, на стол подают что-то еще. За холодными закусками следуют горячие, за сорпой манты и так далее. Кажется, этому не будет конца и края. Но знаете, главное блюдо это всегда бешпармак. Скорее всего, когда его подадут на стол, вы будете уже настолько сыты, что воскликнете «О, боже, это еще не все!» Но все-таки главное блюдо отведать необходимо, ведь иначе вы рискуете показаться невежливым. Но я не понимаю эту традицию, давать людям еду домой. Это саркыт? Да. Как же можно проводить гостя, не дав ему еды домой? Да уж. Свадебный стол ведь особенный. Ладно, я понял. Но какой смысл в огромных пышных свадьбах? Это действительно необходимо? Ну, Ник, а ты знаешь, что свадьба самое важное событие в чьей-то жизни? Это большое дело. Очень интересно. Я расскажу вам один случай. Я приехал в Казахстан. Как я уже говорил, в 2003 году меня пригласили на казахскую свадьбу. И там был один из самых шокирующих моментов во всей моей жизни. Итак, что случилось? Все красиво сделано, накрыто, все красиво на столе. Что меня шокировало? Я не знаю. Они дали мне пакет, полный чего-то. Я не знал. Я не знал, что там было. И я спросил мою жену, что это? Очень интересно. Нужно убрать мусор самим? Я думал, что это мусор со стола, чтобы мы выкинули мусор. Я думал, что мы должны отнести его на помойку. Она говорит, замолчи. Тихо. Это знак уважения. Это для тебя. Возьми домой. И я говорю, Наташа, там торт, мясо, конфеты, яблоки. И что это было? Это было? Она сказала, нет, тихо, возьми домой. И тогда это был шокирующий момент для меня. Но сейчас, слава богу, все организовано. Вам дают одноразовую тарелку, она чистая. Тогда это был шок. И я сказал, ух ты. Зато в следующий раз, если мне дадут пакет, я знаю, что делать. Я бегу, я люблю баурсаки, я кладу баурсаки для себя, я кладу козы, и мне все равно, что все внутри. Я беру домой, и это очень вкусно. Так что все смешивается. Но теперь я знаю, что делать с этим пакетом, когда вам его дают во время свадьбы или какого-то праздника. Возьми, собери, не проблема, никто не переживает. Про саркыт существует множество шуток. Но, как и все старинные традиции намадов, он имеет практический смысл. В суровые времена лакомство со свадебного стола и впрямь было чем-то особенным. Ну, а если гостю возвращаться в свое село было далеко, он имел, что называется, перекус на дорожку. Согласитесь, это очень практично. Сейчас, конечно, большинство этих традиций практическую свою сторону утратили, превратившись, пожалуй, в дань памяти старине. Но, честное слово, хоть и кое-что показалось мне поначалу странным, сейчас я даже немного завидую тому, как в Казахстане подходят к организации свадеб. Любопытно, что большие затраты на свадебные торжества, а они и впрямь весьма значительны, обычно окупаются, ведь гости дарят молодоженам дорогие подарки или денежные суммы. Нередко все это согласовано с родителями молодых, ведь, как мы уже убедились, романтика у кочевников всегда была замешана на практичности, без которой, видимо, в степи не выжить. Я очень надеюсь, что все традиции, которые мы обсуждали, помогают создать крепкую семью. Да уж, похоже, казахи очень ценят брак. Ты прав, мой друг. Какие красивые традиции. Вы, наверное, догадались, почему меня так волнуют эти обряды. Я все-таки надеюсь встретить свою незнакомку. Я убежден, что нигде в мире нет таких красивых девушек, как в Казахстане. Что касается местных женщин, я должен сказать, что, например, по сравнению с австралийскими, они здесь, как правило, более женственные. Знаете, они тщательно ухаживают за собой, они уделяют большое внимание внешнему виду. Знаете, вы здесь не увидите много женщин с избыточным весом, которых мы видим в Австралии, особенно в рабочих пригородах, в регионах. Поэтому я должен сказать всем, тем австралийским холостякам, которые приезжают сюда, вы будете приятно удивлены. Да, моя жена казашка. Мы жили вместе на одной улице, наши дома были по соседству, но я этого не знал, и мы просто случайно встретились в нашем районе. И как только я увидел ее, я сказал, оу, я женюсь на тебе. Она такая, о-о-о. Я думаю, она была шокирована. И она спросила, с чего ты это взял? А я сказал, да, так и случится. В общем, мы встретились летом, да, очень жарким летом. Она возвращалась с работы, а я возвращался со встречи, и увидел ее, и заговорил. Я сказал, привет, поболтаем. И она сказала, без проблем. И так мы просто начали болтать. И в тот день я сказал все, что собираюсь жениться на ней. И это было, ох, так и случилось. Это было спонтанно. Мы не теряли время. И, к счастью, мне повезло, что ее родители, ее родители не были против. Они благословили наши отношения, и все прошло хорошо. У меня есть шесть знакомых поляков, которые женаты на местные девушки. И думаю, что они счастливые, не хотят возвращаться в Польшу. У них уже казахские дети, казахские семьи. Так они счастливые в Казахстане. Надеюсь, что традиционный подход помогает крепости Семейного Союза. По крайней мере, подготовка к семейной жизни выглядит тут так, словно женятся люди раз и навсегда. Любопытно, что в Казахстане можно попасть не только на казахскую традиционную свадьбу. Как я уже упоминал, в этой стране проживает более сотни различных этносов, и большинство из них тоже бережно хранят свои традиции и помнят обряды. Не уверен, смогу ли я после такого обильного угощения отправиться еще на одну свадьбу, но вот узнать побольше об интересных культурных особенностях других народов, живущих в Казахстане, это, думаю, Что это? Это казахская национальная еда? Нет, это уйгурское и дунганское блюдо. Много народов проживают в Казахстане, и у каждого своя кухня. О, здорово! Мы пригласим тебя, попробуешь еще много всего. Окей, договорились? Договорились. Что ж, информация, полученная сегодня, дает богатую пищу для размышлений. И если вы готовы вместе со мной продолжить путешествие по занятным и необычным местам, чтобы изучать особенности культуры и жизни Казахстана, то приглашаю составить мне компанию. В следующий раз я попробую разобраться в деталях особенностей других этносов, живущих здесь. Расскажу вам о разнообразии гастрономических традиций здешнего края, о том, что такое купание в проруби в минус 30 градусов по Цельсию, и что такое лизгинка. Кишкиния. Кишкиния. А литл бит. А литл бит. Кишкиния. Кишкиния. Have you heard о Кураккорпет? Кудатсу. 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 Саркут? Да.